Здравствуйте всем! Если вам срочно захотелось попить чаю, а к чаю ничего нет, то можно быстро приготовить вот такие булочки. Может быть кто-то их назовет оладушками или панкейками. Но в отличие от всего этого они высокие, мягкие, воздушные, нежирные и с начинкой. Сейчас мы их быстро приготовим. В миску вобьем 2 яйца, добавим 2 столовые ложки сахара и размешаем, чтобы разбить яичную структуру. Затем добавим 200 грамм кефира и столовую ложку сметаны. И еще, если у кого есть домашняя закваска, то обязательно добавляйте ее в выпечку. Она придает и аромат и вкус, делает тесто мягче и эластичнее. Добавим 2 чайные ложечки. Пол чайной ложки соли и хорошо перемешаем нашу сдобу. Если вдруг у вас окажется или даже не окажется дома яиц, то можно сделать такие булочки и без них. Вкус у них получится от кефира и от сметаны, как творожные булочки. Просеем муку, но не весь объем, оставим тесто чуть-чуть пожиже. Мы это сделаем для того, чтобы тесто с закваской немного постояло, чтобы закваска прижилась в нашем тесте, а с разрыхлителем тесто долго стоять не должно. Муку с разрыхлителем мы добавим минут через 20. А если вы закваску не добавляете, то муку вместе с разрыхлителем добавляем. Добавляем именно сейчас, делаем тесто нужной консистенции. Вот такой густоты должно получиться тесто. Оставим его сейчас на некоторое время, но это только лишь потому, что добавили сюда закваску. Если вы закваску добавлять не будете, то сразу можете добавить чуть-чуть еще муки вместе с чайной ложкой разрыхлителя. За это время нарвем в саду яблок и нарежем их небольшими кубиками. Продолжение следует... И успеем заварить полезный чай. Чай с бархатцами это хорошая профилактика от многих заболеваний. Чай с этими цветками средства, которые нужно принимать во время простудных заболеваний. И еще они укрепляют иммунную систему. Добавим яблоки. Перемешаем. Следом добавим муку с разрыхлителем и тоже перемешаем. Музыка. 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 У нас получилось отличное тесто. Будет удобно с помощью одной ложки формировать булочку. И несмотря на то, что в тесте есть уже сода, надо тесту дать постоять 10 минут. Так как тесто у нас не жидкое, надо дать время, чтобы сода начала работать, чтобы булочки наши не были клеклыми. И если вы на даче, то нужно следить за тем, чтобы никто не позарился на наше тесто. Теперь аккуратно, не перемешивая все тесто, берем по ложечке и выкладываем на сухую сковородку. Накрываем крышкой и выпекаем до тех пор, пока не схватится верх нашей булочки. Из блестящего не превратится в матовый. Булочки готовы. Пора переворачивать. Обратите внимание, с другой стороны булочка румянится гораздо быстрее. Чтобы испечь такие булочки без масла, не обязательно иметь сковородку с антипригарным покрытием. Я такие булочки пекла и на старой советской сковородке. При таком выпекании огонь должен быть ниже среднего. Пора снимать со сковороды наши румяные булочки. Горячие булочки выкладываем на ребро, чтобы их поверхность не стала влажной. Чай настоялся, булочки остыли. Всем приятного аппетита и крепкого здоровья!